Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку Петербургу. Вот сегодня мы на улице Гороховой 3. Итак, первым известным владельцем нынешнего дома был купец Иероним. Его еще называли Еремей Христофоров Тейсин. Дом унаследовала его жена Анна Ивановна в 1776 году с аукциона дом был продан. Купили его именитые тульские купцы Михаил Иван Пастуховы. Они занимались винной торговлей. Дело очень прибыльное было. Пастухов Александр Чиркин покупали французскую водку, так называли коньяк в то время. Добавляли винного спирта, доливали красной виной воды и продавали как настоящее французское вино. Молодцы! Через некоторое время дом Пастухова за долги поступил в продажу. Но видимо был скандал какой-то и чтобы замять, нужны были деньги и дом пришлось продать. Но продав дом, откупившись, продолжали свою деятельность. Дом Пастуховых за 20 тысяч рублей купил статский советник Иван Филиппович Бек. Он родился в Риге в 1735 году. Обучался словесным наукам в Киле. Приехал в Берлин, изучал врачебное искусство. Приехал в Петербург и был определен на службу в сухопутной госпели. Был прокоммертирован к корпусу в 1758 году, которым участвовал в сражениях с теми летней войны. После смерти в 1773 году лепхирурга Иван Филиппович занял его место. В 1779 году указом Екатерины Второй Беку пожалан чин статского советника. Вот какая карьера. Из нескольких лет он назначен медиком при великих князьях и княжнах, внухах империатрицы. Бек оставался в должности при новом императоре Александре I. И говорят, что в 1803 году за особый медицинский рецепт, не говорят какой, он получил золотую табакерку. Состоял членом Московского медико-физиологического общества и медицинского совета. А также был избран почетным членом медико-хирургической академии. Его женой была Елена Андреевна, по первому мужу Сомерс. У нее был сын Александр, дочь Марии. В результате по наследству дом получил сын Александр, Александр Бек, известен как поэт и переводчик. Был определен на службу при русских дипломатических миссиях в Европе. В 1827 году в Дрездене познакомился с Тургеневым. Оказал ему свои переводы, Вергилия. Тургенев увидел в них истинный талант, какой-то вкус. Тургенев отмечал в молодом человеке способности к живописи и музыке. Позднее Иван Бек служил в Голландии, познакомился с Павлом Вяземским, сыном Петра Андреевича Вяземского. В 1836-1841 годах его стихотворение печатается в «Московском наблюдателе» в литературном прибавлении к русскому инвалиду, знаменитый журнал «Современники» в 1837 году опубликовал принадлежащий Беку перевод отрывков из «Фауст» Гетта. В 1837 году камер-юнкер Иван Бек живет в доме своего деда, женится на Марии Аркадьевне Столыпиной, внучке крупного государственного деятеля Николая Семеновича Мордвинова, а по линии Столыпиных двоюродной тетки Михаила Юрьевича Лермонтова. Такая, видишь, интересная кануа. Бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева, была посаженной матерью на свадьбе своей племянницы с Иваном Беком. В 1842 году Иван Александрович умер, а Мария Аркадьевна вышла замуж за друга своего покойного мужа Павла Петровича Вязевского. С 1857 года дом принадлежал второму российскому от огня торговому обществу. С капиталом полтора миллиона рублей и управляющим делами стал Михаил Николаевич Ишутин. Среди членов управления были французские подмены и политпомпье, терпургский купец Алексей Иванович Улитин, который занимался табачной торговлей. Архитектором общества, следившим за состоянием здания, был в то время Федор Иванович Гаммерцетель. Он произвел некоторые перестройки на лесовой фасаде. Тогда же техник-строитель Борис Егорович Фурман построил трехэтажный каменный флильм во дворе. Современный облик здания придал в 1912-1913 годах архитектор Александр Васильевич Кеннель. Кеннель был сыном одного из крупнейших мастеров эпохи эклектики Василия Александровича. Александр Кеннель окончил училище правоведения, затем институт гражданских инженеров, служил в городской управе, был архитектором арсенала и училища правоведения. Ну и, конечно, после национализации дом заселили новые жильцы. Немного о судьбах жильцов, которые уже здесь проживали после национализации. 5 июня 1937 года был арестован проживающий в квартире номер 4 Александр Александрович Валайтис, комендант здания военно-политического училища имени Энгельса. 3 июля арестовали жильца квартиры 48 Юрия Николаевича Паумана, начальника цеха завода «Красная Заря». Обоев приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. А через 20 лет с лишним реабилитировали. Такие люди, такие судьбы. Вот примерно все, что я нашел на сайте Сети Волос, в интернете, в других изданиях про гороховую дом 3, люди, которые жили здесь. Вот все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Сегодня мы узнали о людях, которые жили по адресу Гороховая, дом 3. Все, пока, до свидания.